Царю Небесный, Утешителю Души стены, И же везде сын, И вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю прийти в силе савны, И отчасти нас все песни, И спасти вложи души наши. Отец наш Небесный, молим Тебе, именем Господа нашего Иисуса Христа, Благослови это наше собрание братское, условие Твоего Святаго. Вдохнови нас, Господи, благодатью Твоей, Твоей милостью, Господи, не лиши нас ее. Даруй нам всегда пребывать со Словом Твоим Святым, Чтобы можно было и другим людям, и принести его, и рассказать о нем в истине. Благодарим Тебя, Господи, что некогда и нас-то избавил от этого мучения, Сатанинского незнания Тебя, Господа и Творца Слов Твоих Святых. Помоги, Господи, чтобы еще многие люди обратились к Слову Твоему, И узнали о конечности жизни своей. И о Царстве Твоем Небесном, которое Ты даруешь, Господи, для тех, кто будет все исполнять. Тебе слава за все, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Тебе слава за все, Отец и Сын, и Дух Святого Душа. Евангелие от Москве, 6 глава, 25 стих. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пите, для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? 26 стих. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают. В житнице и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27 стих. Да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть, толкование? Как бы ты ни заботился, ничего не сделаешь без воли Божьей. Зачем же мучить себя по пусту? 28-29 стихи. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые вилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Толкование. Не одними неразумными птицами стыдит нас, но и вядающими вилиями. Ибо если Бог так украсил их, хотя в том не было никакой нужды, но тем ли более удовлетворит нашу нужду в одежде. Вместе с ним показываем, что хотя бы ты весьма заботился, однако не можешь украсть себя так, как вилии. Ибо и сам мудрейший и изыскреннейший Соломон во все свое царствование не мог одеваться подобно им. И вот мы такое песнопение поем, что про Либию... Можно вопрос? Да. А почему толкование на 25-26 стих не прочитали? А потому что мы прочитали его на прошлом занятии. Откуда я не помню такого? Не помнишь? Это там что перед этим у нас было? Никто не может служить. Двух господа. Да это было, да? Мы читали его. Но о нем, может, беседы не было просто. Ну, прочитай. Это 24-й стих. Не можно. А мы начали с 25-го. Да? Ну, ты точно помнишь? Ну, там в интернете стоит, как записано. Хорошо. Тогда давайте на 25-й стих толкования прочитаем. Посему говорю вам, не заботитесь для души вашей вам что есть и что пить, не для тела вашего, а во что одеться душа, не больше ли пищи и тела одежды. Толкования палочности к имуществу отторгаются от Бога. Душа, будучи бестелесна, не имеет нужды в пище. Но Господь говорил таким образом по общему обыкновению, потому что душа, как видим, не может оставаться в теле без питания плоти. Господь не запрещает трудиться, но запрещает совершенно предаваться заботам, прекращая дело духовное и пренебрегая Бога. Вот что запрещается. Должно заниматься земледелием, но особенно нужно заботиться о душе. «Кто дал большее душу и тело, тот неужели не даст пищи и одежды?» И толкование на 26 стих. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше?» Толкование коротенько на этот стих. «Господь мог представить в пример Илью и Иоанна и сказать, как они жили. Но Он напомнил о птицах, чтобы дать нам почувствовать, что мы неразумнее и их. Бог питает их, возложивший в них естественную смышленность доставать себе пищу». Иоанн Златоустин может еще прочитать тут. Да. На слова «Не можете служить Богу, да, работать им омоне». По мыслям и ужаснемся, что заставили мы сказать Христа? «Сравнить богатство с Богом». Вот такую мысль высказывает Златоуст. То есть это заставили Христа люди. Открынули Бога, забыли о Боге и предалися вот этим страстям. Да, интересным. И дальше. Теперь. «Если же им представить, ведь это ужасно, то не гораздо ли ужаснее на самом деле работать богатству и его самовластное владычество предпочитать страху Божию?» Давайте ответим на этот вопрос. Вопрос ставит Златоуст. Давайте отвечать. На самом деле, работать богатству и его самовластное владычество предпочитать страху Божию. Да. Я могу так сказать. Богатство, конечно, каждому по отношению к какому человеку считается себя, какое богатство у него. Я могу рассудить на основании четвертой заповеди. Помнень день субботний, а для нас, христиан, помнень день воскресенья. Мы шесть дней должны работать, а седьмой посвятить Богу. И когда человек забывает о Боге, потому что у него или теряет страх Божий, или его вообще не было того страха Божьего, как Соломон говорит, начало мудрости, страх Господень, он в воскресный день начинает или работать, или какими-то другими делами заниматься, ну, например, не пойдет в храм, или не пойдет на благовестие, не будет читать Слово Божие, сидеть за Словом Божиим, потому что день-то свободный, по заповеди ты должен полностью духовно посвящать, больных посещать. Опять же, больных чем укрепляется? Опять же, Словом Божиим. Вот с этим я могу пример пойти. Был человек просто для какого-то большинства, ну как, трудится для себя, одно слово. Все, приумножая свое богатство. Что, например, многие люди, вот мы тоже некоторые беседы вели, люди говорят, не могу поменять работу. Почему? Потому что мне в воскресный день запрещают там, где-то, именно куда-то в храм сходить, а заставляют работать. Это тоже служение Богу. Ой, не служение Богу, а служение мамоне. Деньга. Ну вот так же отвечает, что вот есть знакомый, он точно так же рассуждает, говорит, меня с работы не отпускают. Почему? Потому что, говорит, меня заставляют работать. В храм я не могу ходить, например, в воскресный день. Все. Это служение мамоне, в первую очередь поставил, идолы себе, а не Бога. Бог говорит, седьмой день я почил, и ты почти тоже в этот день. Почитай. Вот такие мои мысли. Ну вот дальше отвечает Золотовуз, говорит так. Итак, что же, скажет кто-нибудь, уже ли не могло быть этого у древних? Нисколько. Как же Авраам и Иов угодили Богу, спросишь ты? Не о богатых, упоминая мне, но о тех, которые раболепствовали богатству. Иов был богат, но не служил мамоне, имел богатство и обладал им. Был господином его. А не рабом. Он пользовался им, как управитель чужого имения. Не только не похищая чужого, но и собственно и отдавая неимущим. И это надо открыть Иову, 31 глава, 25 стих. Сейчас откроем. Иов 31, 25. Сейчас, 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 сейчас. Чик. Вот. 25. Вот как он говорит. Радовался ли я, что богатство моё было велико, и что рука моя приобрела много? Не радовался. Иов, 31, 25. Запишите, кто записывает. Это вот прямо богатстве. Не радовался он этому. Потому что и когда лишился богатства, низ как бел. Но ныне не таковы богатые, они, будучи несчастнее всякого пленника, платят дань мамоне, как некому жестокому тирану. Ну, а мы так скажем, что до такой степени сейчас социальное положение человека, вообще любого, изменилось в обществе, особенно в европейском обществе, к какому относится, я считаю, наша страна, что каждый человек может быть вот этим богатым человеком. Почему? У него всё есть. То, что другие в африканских странах понятия не имеют. Они живут в каких-то там вигвамах этих, ну, не вигвамы, а плетёные домики, глиной намазанные, постоянно его подновляют, как у нас саманный лагерь станет сделан, постоянно приходится подновлять. Иначе и его и прутья прям как рёбра торчат, всё это глина уходит, опять смешается с глиной, вот люди так живут. А мы живём в каких домах? И это считается как бы средненькое такое, даже ещё, ну, и бедного вас-то, машинка стоит такая тысяч за триста, эээ, что-то совсем-то слабенький какой-то, не крутой ты. А люди-то ездят на сараях, считаю, у них одна машина дороже, чем вот напротив нас этот центр реабилитации больных онкологических. Вот. Поэтому мы, что мы на это скажем? Каждый человек начал, начал сейчас так хорошо жить, трудом, вот то, что техника способствует, ну, сам человек развивается, умный он, всё, он не думает о Боге, ему не надо Бога. На новую какую-то даже ступень нелюбви к Богу подошли. Вот как. Не то, что нелюбви даже к Богу, а равнодушие даже. Самое страшное, что Господь сказал, если бы ты был холоден или горяч, а так как ты тёпл, то есть равнодушен. А мне, знаете, всё равно начинаешь говорить, так мне это неинтересно, вот вы о Боге, ну, о Царстве Небесном, мне неинтересно это вот. Как будто этот человек будет жить, но ему так подошло, разговариваешь, лет 60 человеку, он так тебе отвечает, как будто он собрался жить ещё лет 600, может, не меньше. Это только для начала. На старт взялся. Уже так отвечаешь, с молодым, а молодые, как заносчиво разговаривают, как будто бы они вообще никогда к старости не подойдут. Им напоминаешь о старости? Я тут ехал в автобусе с молодым человеком, начал, как он мне заявляет. Такой, мне приятный юноша, студент, всё сидит. И он такой, а вы знаете, я о смерти не желаю разговаривать. Мне так смешно. Я говорю, молодой человек, тебе сколько лет? 25. Я говорю, в 25 лет ко мне Господь постучался вопросом в сердце. Знаешь, что мне Господь спросил? Он такой, что он спросил? Я говорю, Господь дал мне такой вопрос, а что мне дальше делать, если жизнь закончилась? Я в 25 лет уже понимал, жизнь закончилась, всё, и ничего не осталось впереди. А он, не знаю, мне нету такого понятия. Я говорю, я начал искать Библию, и Господь мне когда дал Библию, я открыл её, и оказалось, что человек вечен, меня впереди вечность ждёт. И вот теперь настало время моей жизни. Вот я 25 лет после этого вопроса прожил ровно, и мне всё интереснее и интереснее жить дальше. Почему? Потому что впереди Господь с его вечной жизнью. Не я же могу сам себе вечную жизнь дать, а именно Господь. И теперь Богу надо угодить. А чем дальше я живу, тем больше понимаю, как бы это неправильно Богу угодить. Он столько милости для нас делает. Вот посмотрите, даже вокруг вот, много дорог, где мы живём, всё. Тут мальчик пришёл, сказал, а я ему говорю, так это ж дом мой. Он такой огляделся, о, ничего себе. А он думал, что тут как общественный что-то пришёл на занятия из Московской Патриотеи. Я говорю, так дом, живу здесь, нравится мне. Ну, конечно. А у людей-то другого вообще ничего не бывает. Вот в чём дело. Ну, как мне всё это достаётся, конечно. То, что всё построено собственным трудом. Всё это заработано. Братья везде работали. Ни один безбожник здесь не работал. То пиесятники даже работали у меня. Даже мусульмане были. Так что, ну, в основном православные, конечно, свои братья потрудились, помогли. Надо трудиться руками, конечно, но это не главное. Труд-то должен быть, Господь же заповедовал трудиться. И брат тут правильно сказал. Трудишься шесть дней, а седьмой, говорит, посвяти Господу Богу. Ну, вот как вот у нас как бы заповедано уже. Мы выходим к людям, несём Евангелие и так далее. Хотя на самом деле вот с братом едем, он говорит, а чём мы так? Давай мы сейчас поедим, говорит, немножко, сил наберёмся, выедем куда-то там поближе к нам и там начнём раздавать. Какая разница, где? Ну, на Спартаке люди, на вокзале или на чайке. Они такие же. Ну, там где-то торопятся просто, там суеты больше. А где-то, где магазины сильно воздевали и не торопятся, в принципе. Вот так вот надо стремиться всё время выходить, беседовать с людьми, хоть каждый день. И тогда уже у тебя не будет понятия отдохновения день, как у Господа. А у Господа это Он для людей сделал, евреев же. Ведь тут разговор-то идёт к евреям. Почему такие вопросы-то, как для детей? Кому служить? Богу или мамоним? Конечно, Богу. Он задаёт вопрос. Вот Иисус, сухорутий, и вот раз исцелил его. И он говорит, правильно я сделал-то, что исцелил или нет? Ну, как бы так, утрируя уже. И они, говорит, молчали. И он, взглянув на них, с гневом, Господь с гневом взглянул уже. Как же так? Вы должны были крикнуть, да ты молодец, как ты так вот исцелил-то? Ты прям, молодец просто. Ты прям, ты еврей наш, да? О, слава тебе, Господи, какого нам послал чудотворца? Нет, все стоят, каждый думает, а как, к чему это теперь отнесётся? И в конечном итоге надумали, как бы его убить, предать смерти, написано. Сразу-то они не поняли, конечно, а потом-то догадались, что нужно сделать. Почему? Ну, мешается. Потому что они тут властвовали, они тут были князями мира, перед ними вот так лазили все на коленках, не знали, как выше их посадить за пишественный стол, они везде рвались вперёд. А тут вдруг Христос пришёл. А откуда ты? А ты, откуда, говорит, Писание так хорошо, знаешь, не учившись? Да он сам Писание, вы о чём спрашиваете-то? Вы задавайте быстрее вопросы, как в Царство Небесное попасть? Юноша прибежал, богатый, и задал вопрос, Господь говорит, так, полюбил его, всё правильно выполнил, имение, иди быстро, имение раздай, продай, раздай нищим, и приходи следую за мной, давай быстрее. Всё. Здесь вся остановка и произошла. Этот богатый юноша, он показал всех тех людей, которые что-то имеют, что нужно отдать другим людям. Но отдать-то он не сказал просто кому-то, он нищим сказал. Прежде, когда ты будешь отдавать нищим, ты столько друзей приобретёшь. А кто такие нищие? Вот в наше время сейчас, хорошо это или плохо для нас, я пока ещё вывод до конца не сделал, нищие люди, они на самом деле не нищие материально. Они даже богаче многих из нас в десятки, а то и в сотни раз эти люди. Но они духовно, они даже не духовно нищие, нет, духовно нищие это хорошо. Они не имеют того, чтобы наследовать Царство Небесное. Вот в чём дело. Вот тем людям, которые тогда там были нищие, им не хватало сил для жизни, чтобы можно было с ними вообще поговорить. они нищие сидели там слепые, всё на них, кто-то внимание обращал. Как у нас псы сейчас шелудивые бегают, до киту они лучше питаются, у нас на помойке хлеб выбрасывают. Сколько бабушка у меня вот ходила по этим помойкам, сколько она хлеба приносила, да такие буханки прям белые, ну раз мешками. Я говорю, а куда это всё такое? Это у нас сейчас такое питание. А тогда нищие не имели, потому что раз не урожай, не год. И они правда нищие люди, нету ничего. Но это в России так же тоже было. Павел, я голод вспомнил, там гражданская война ещё. Но были в царские времена голодные годы. В 19-м веке. Я когда была маленькой голодной. Ну это советская власть, а так вот будем говорить о России, когда всё-таки люди верили в Бога, молились. И тогда было много благотворительности. Это потом уже коммунисты всё это как-то, ну не так всё это было. Мы будем говорить о божественном всё-таки. Это пока коммунистов не затрагивает. И то вот такие нищие были, им нужно было уделить, действительно, Господь почему и говорит, апостол Павел через Господа, и говорит, если брат или сестра пришли к тебе, и говорят, мы не ели там треть дня, мы там нечем одеться, а ты им скажешь, ну-ка идите, идите отсюда, питайтесь там, одевайтесь где-нибудь. Ничего себе. То проклятие на тебя. Нечестивец ты последний. А ты должен что? Ты должен накормить, напоить, одеть человека. Вот какая была нищета раньше. Сейчас. Ну а теперь какая же тогда? Тогда люди спросят, а теперь как тогда нам подать руку-то нищему? Что нам нужно раздать-то? А вот время сейчас ценится очень сильно. Время. Вот именно почему, брат сказал, в воскресенье у нас вот работает время. Для всех вот, кто богатые люди, они понимают, время, время, быстрее, время. Все куда-то торопятся, я не знаю к чему, то ли к сожжению Москвы, то ли там, не знаю еще, к перемене этих островов американских. Все куда-то торопятся. Куда торопиться-то уже? Коммунизм не строим, капитализм он сам собой идет, он нас не спрашивает, торопимся мы или нет. И в воскресенье, обязательно работать в воскресенье, в воскресенье там, побольше, побольше этой продукции. И куда эта продукция, где, что, куда она идет, кто знает. Нельзя придержать что ли? Нет, никак нельзя. И действительно, так и есть. И прям целые ссоры затеваются. А ведь все вот эти предприниматели, они как правило, они неверующие. Есть конечно и верующие, они как-то могут это способствовать верующим людям, не работать в воскресенье. А так-то в основном все неверующие. Вот я со своим хозяином разговариваю, мне надо в воскресенье выехать, но мне правда далеко выезжать, почти 300 с лишним километров, из тайги там по бездорожью. И то надо с ним договариваться заранее, за несколько дней. Потому что, он говорит, я не могу остановить производство. Артель вся работает, 50 человек работает, и что мы из одного тебя будем сидеть? Тогда мне надо кого-то брать за тебя. Я говорю, ну подождать не может это там некоторое время. Ну что, ладно, я подожду, и он сам ждет. То есть, ну вот я вот в месяц раз выезжаю молиться сюда. Потому что остальное время не выехать, ничего, хозяину надо, и он-то сам делал там вершицы какие-то свои. А был бы верующий, он бы конечно сказал бы, брат ты мой, да ты как же, помолись там за меня и так далее. Не, ну и этот тоже говорит, помолись за меня, когда я поехал всегда. То есть, помолиться-то это все понимают, помолиться, это значит ему благословение будет, или больше там облагаться и так далее. Если бы помолиться было, что в Царство Небесное, так бы все и по-другому конечно было. Но нету этого пока. После молитвы тут просто меня, помолитесь за меня, бабушка. И поэтому евреи тогда, тогда евреи, они не были верующими в том понимании, в котором вот мы сейчас понимаем человек верующий. Они были люди закона, и причем исполнения закона. Если ты не исполнил то или то, или то, там до смерти, повивание камнями, сожжение было, и так далее. Этот Ахан нарушил повеление при Иисусе на вине, помните? Там забрал себе золото, серебра, одежды, схоронил все это в шатре, и Господь сразу явил свою немилость. Сразу войска начали побивать, смотрят евреи, начали падать, то ни одного убитого, а тут сразу больше 30 человек. И начали спрашивать, а что такое? Господь говорит, ну так как вы меня не спрашивали ничего, вот есть там у вас такой человек, который нечестиво поступил, из заклятого он спрятал себе. Как так? Давай выясняйте. Да он сам Господь показал на этого Ахана, говорит, и взяли все, что было у него, скот, шатер, всех детей его, жену там, всех родственников, вывели, и набросали, говорит, большую кучу, и до сих пор, говорит, она там, тот, кто пишет, рассказывает. Вот так вот это было сделано. Конечно, тут уж, как говорится, страх будет, и страх перед Богом ли, но оказалось не перед Богом этот страх. И теперь, конечно, когда Господь этот вопрос задает, нам здесь верующим, сейчас, на него какой должен быть ответ? Да мы должны там стать все дружно, и сказать, Господи, служим только тебе, никакой мамоны. А вот этого как раз не получается. И нам приходится вот эти слова Христа, слова Христа сейчас объяснять, растолковывать людям, а людей богатых очень много сейчас в храме, которые свечки ставят вот такими охапками, а не это надо от этого человека. От него нужно другую милость, что он первую оказал, чтобы он вышел к людям, и пошел. Ну, как куда он пойдет? Он же привык на четырех колесах ездить уже. Он же привык как бы летать по воздуху на локоток, как Мария Египетская. Но ни в коем случае не выходить к людям. Сидит Смирнов, протеерей этот, такой огромный, в кресле, ему спрашивают, вот почему вы так людям не идете? Зачем мне? Мне тут тепло, мягенько, я хорошо сижу, а там меня люди не знают, глядишь, шалбанку еще какую-то дадут. А тут меня все знают, уважают, я сижу, и что, мне отлично. Ну, правильно, тебе отлично. А кто будет трудиться с людьми? Сеятель, вышел Сеятель, Христос, его распяли, а вы как думали, теперь отсидеться в креслах мягких. Брат, вы там много прочитали, да? Нет? 30 стих. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль не пачу вас, маловеры. Толкование, отсюда научаемся, что не должно заботиться об украшениях, так как это свойственно тленным цветам, а потому всякий украшающийся есть сено. А выговорит, разумные существа, вас Бог составил из тела и души. Все, преданные житейским заботам, маловерны, ибо если бы они имели совершенную веру в Бога, не стали бы так много заботиться. заботиться. Тарасу, желанием придешь, не придешь. Да, столько забот, забот, все, все, у нас столько дел, столько дел, все надо. Да, Мария, благоу, не вещь. Я как раз хотел про украшение здесь, местописание прочитать, книги «Исход». «Исход». из сережек, которые у сыновей, у дочерей, и у вас, говорит, самих украшения. У мужей были украшения, в ушах Сергий написано. Вот из них собрали и сделали и как сказал Аарон, я бросил его в огонь и вышел в золотой телец. То есть, так скромненько, как он вышел, вот мне всегда интересно, как он вышел, как он как ребенок своему брату, причем он старший, Боисей младший, и он ему рассказывает, я бросил его в огонь все это и вышел в золотой телец. И написано. Почему? Потому что Аарон, священник, первосвященник, допустил народ до этого безумия. Аарон, все-таки. Аарону надо было подняться, да проповедь за проповедью, да проповедь за проповедью о Христе, ну в смысле о Боге, истинно. Ничего подобного, этого мы не видим. Вот сейчас надо, чтобы встал первосвященник наш, патриарх, и проповедь за проповедью, чесал бы всем хребты тут подряд. Нет? Уж никто не скажет, на моем хребте пахали оратые, проводили длинные борозды и плугами своими, то есть проповедники языком так пахали тебя, что ты дрожал. Ничего этого мы не видим. Проповеднички-то такие все, как Смирнов. Не просто жиденькие, а даже хлипкие, как женоподобные. Никто ничто не скажет, а вот сейчас, начнем читать первую главу, седьмая, седьмая в Матфея главы, первый стих. И сразу все, вот они вечно про нас только это говорят. Ну, а вот сейчас начнем разбирать и увидите, про кого Христос сказал. Ну, это вот, брат. Как две сестры, вот сейчас православные бабушки приехали к нам, к Игнатью Ивановичу, и вопрос, будут вечные мучения или не будут. И уверен, что он начинает приводить святых отцов, и это все надумило их Осипов. Это профессор-то, который, священников, который бритый, в галстуке. Он святых отцов начитался, там нашел, что не будет вечных мучений, и так всех вот обольщает этим самым. Ну, Игнатий Тихонович вкратце приводил местописатель. Да, приводил, конечно. Матфея 25-41, там, ну, даже больше. 13-ю главу, наверное, приводил, там, где о рыбе. А, нет, этого не было. Нет, он там другие местописатель. А, другие. Ну, нашел брат наш, Игнатий Тихонович, по слову Божьему. Игнатий, конечно. Продолжим? Да, я думаю, продолжим, конечно, брат. Так и останавливаемся же. 31-32. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Толкование. Есть не запрещает, но запрещает говорить, что будем есть. Как обыкновенно богатые говорят с вечера. что станет есть завтра. Видишь, что он воспрещает изысканность и роскошь в пище. Не запрещает есть, а заботится. заботится. который заботится, тем самым он показывает свое неверие, что Отец любящий, Отец Небесный, как детям своим даст. Так и веры, потому что нет, потому что он отца не любит и не слушает ему. И он отсюда и не верит, что он ему даст. А тот, кто живет для Бога, для ближних, тот действительно у него и заботы такой нет. Делает дела добрые Господь ему. Господь говорит, испытайте меня даже в десятине. Дайте, начните давай в десятину. Я благословлю вас. И я по себе сколько раз замечал, чем больше ты жасов, тем больше Господь уже при этой жизни говори. Еще есть пример сам Господь и сами апостолы, ну и жития святых видят многих людей, как Александр Неусупающий, он об этом очень, ну тот конечно конкретно доходил до точки как говорят. Пошли проповедовать, даже с еды с собой не взяли ничего, Господь усмотрит все. Вот насколько вера была у него сильная. Мне тоже вчера проповедовал в полиции меня приглашали ихних собак готовить к соревнованиям. А сколько ты за час берешь? Я говорю 700 рублей. О, это как-то ты не по-божески ты даже а Христос тут вообще бесплатно трудился. Собака стоит. И вот ты должен бесплатно, а я говорю у тебя зарплата какая, а че ж ты это самое, если ты имени Христом вот эти что крещёный, крест у него Георгиевский тоже битый, матерец, но в церковь ходит и считается православным 72% и он заявляет главное делать добрые дела, а остальное все не важно, чтобы люди говорили тебе спасибо и все, и ты за это попалешь в рай. Да, ясно. Как я говорю, ты доброе это дело или худое? ну как, ну так, это понятно. Говорю, ты завтра к соседке в гости сходишь, она тебе скажет спасибо, ты доброе дело сделаешь, а жена как на это посмотрит, доброе дело ты сделала, Да. Я вот раз, раз и все. И видать, ходим недавно. Я вот смотрю, завтра, он попал, он попал. Да, если да, не только что. Как же твоя... Где критерий добрые люди? Критерий, говори, евангелие, строительное, ответство, вот единственное ответство. По нему у нас Бог будет святого, да, засмеялся, кто когда же упоевал. Это тогда все, мы в ад пойдем. Ну, он понимает, значит, что-то не прокурил, пропит, но милиционерам и не должен до конца прокурить, пропит. И главное, вот брат мой двоюродный, этот один и тот же дух, один в один. Ты добрые дела должен делать только из-за того, чтобы делать добрые дела. Но если ты за них ждешь воздаяния, что тебе Господь вознаст, что ты для рая все это делаешь, о, это неправильно. Интересно, ты какой-то корыстолюбивый, ты все это только для рая делаешь. А я вот добрые дела делаю, просто так. А какое последнее доброе дело? Просто так ты пойдешь в ад. Какое последнее? То есть он без веры угодить Богу невозможно. А веры нету, и вот главное добрые дела, чтобы люди тебе говорили спасибо и все, это самое главное. Да. Я добавлю, люди, есть как бы три категории примерно по Священному Писанию просматривать, что есть раб, когда ты просто по-рабски делаешь, узнал волю Божию, начало мудрости, страх Господний, то есть боясь попасть в ад. Вторая, ты как наемник делаешь из-за награды, как ты вот сейчас сказал. И третья, когда ты делаешь уже как сын по любви к Отцу Небесному. То есть люди вот эти две ступени упускают и делают как сын вроде как, да? Просто я делаю. И то, надо сейчас рассмотреть, ради кого он это все делает. Очень делает. Тут же еще вот. Во славу Божию надо же все делать. Потому что это ради стеславия делать, чтобы люди тебе спасибо сказали, люди восхваляют, а он вот меня люди хвалят, сколько мне благодарностей. А он само тут уже стеславие накручивает и все. То есть он не ради Господа это делает, ради стеславия. Ну я тебе сделал доброе дело, а ты нет, благодарю. И он сразу уныние, такое все. А когда благодарят, и ты вот за это даже благодарность, а благодарность она может не только словесно выражаться, и материально. Златоусту задавали этот вопрос, задали и сказали, спросили его, вот мы знаем, что у вас христиане были, и вот вы им сказали проповедь, а они после этого побежали на аресталище, их видели, в театре там в этом видели, где там голые женщины танцуют, по кабакам там их видели. Он говорит, да, это так, я сожалею, горько об этом сожалею, и буду говорить дальше проповеди. А вот мы знаем еще людей, они не верующие, не ходят в церковь. И они в этот момент делали там добрые дела. И он говорит, да, то, что христиане могут грешить, это я знаю, но то, что человек, который вообще не знает Христа, может делать добрые дела, об этом я даже не слыхал. То есть этого не может быть. Человек, который не знает Христа, не имеет, не имеет чем творить добрые дела. Дела должны твориться Духом Святым, благодатью Христовою, иначе это не будет добрым делом. Поэтому, а какое доброе дело этот человек сделал? Нужно конкретно, чтобы сказали, вот какое дело он сделал доброе. Там около храма подал всем нищим по полторы тысячи долларов, допустим. И теперь рассмотрим, что теперь дальше с этими нищими стало. Ну или какие там еще у них добрые дела. Всех угостил там водкой, потому что холодно было, допустим, зима, или еще что-нибудь. И мы уже знаем, там или табак бесплатно решил, дал лицензию на бесплатный табак в продаже на сходской патриархии. Вот добрый человек где-то попался в министерстве, к примеру. Есть же такое? Есть. Почему нашего патриарха Кирилла называли табачный митрополит? Он как раз этим и занимался. Ну сейчас он не занимается, поэтому... Сейчас он не занимается, да? Ну теперь забудем, конечно. Глатынк сразу, и все, и забыли. А тогда второй нужно пословице говорить, кому один глаз вырослый, а если забыл, то два. Можно. Можно. А, Сережа, я на соноке стою, когда раздавала эти Евангелие, и одним пара стоит, он говорит, нет, мне не надо. Я много очень видел и слышал, он говорит этой женщине, много видел и слышал про этого патриарха Кирилла. И стал говорить про водку, про табак. Он стоит постромленный, я, говорит, очень много знаю. Поэтому я сначала его очень уважал, а когда услышал, увидел, сейчас у меня антипатия к нему. Я уже не могу его так воспринимать. И поэтому, и это мне не надо. Ну, это же не патриарх тут. Я говорю, так это же Евангелие, это Божие, не патриарх Кирилла. А я сказала, говорю, патриарх Кирилл выпустил. Он отсюда и начал говорить. Не надо. Может, человек покаялся, и вот решил теперь принести достойный твои покаяния. Что теперь? Мы же не знаем его. Но если бы он покаялся, у него есть возможность принородно покаяться. Аминь. Совершенно правильно. Голос, голос Божий должен звучать громко. А если патриарх стоит на паперке и говорит Слово Божие, тем более он постоянно в субботу, с утра, он бы сказал уже давно, но мы не слышим ничего. Не слышим о том, что церковь православная стоит на грани разложения паствы. Церковь сама не разложится никогда. Некоторые, те, кто верующие, они так церковь и создают. Потому что, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Христос всегда найдет верных своих. Это и будет церковью. А то, что общая масса, 72% населения России, православные, как считает патриарх, это ничего не значит совершенно. Разговорить о Вселенской церкви. Да, правильно еще разговорить. Это Вселенской церкви. Вселенская это пять еще поместных церквей, которые объединены в одну церковь Вселенскую, православную. Ну, вы знаете, это Антиохия, повторим, это Копты, Григорияна Армянская, Византийская, Вселенская церковь называется. И вот Православная Русская церковь. Католическая это не церковь, это еретичествующая организация. Мы не знаем даже, как назвать точно. Рукоположение там есть, значит, уже считается. Что она считается? Нет, она не считается. Это житель. Нет, она не считается церковью. Игнать Иванович говорит, церковь-то. Он всему утверждает. Еретичествующая. Никакого понятия церкви истины нету там. Только единственное рукоположение. Все, дальше все, уже ересь сплошная. Пример хотел привести. Нужно, да? Брат Андрей Смирегин с Урала, через который я тоже уверовал, он так сделал. Он когда обратился, как ты говоришь, сейчас должны плоды покаяния, он пошел по тем людям, он раньше спиртом торговал, и ходил, долги из них выбивал из этих людей. Они задерживали. И он пошел, говорит, когда уверовал, говорит, пошел у всех, не просил слез на покаяни в стоя на колени. Попросил у всех, кого обидел, чем-то ударил там, или в деньгах обидел. То есть, вот это видно, плоды покаяния. Чем должен был патриарх сделать. Да, ну, это все от того, что человек имеет страх Божий. И хочу еще сказать, слово, теперь дальше, когда говорят о добрых делах, не надо сразу падать перед этим словом на колени. Во-первых, доброе дело переводится в благовестие. И ты сразу спрашиваешь этого человека, а где ты последний раз благовестовал? На вокзале на железнодорожном или в электричке? Ты где благовестовал-то? Доброе дело-то ты где делал? Он-то под добрым делом что понимает? Благовестие? Да опять же, он проговорился, что столько благодать, что он дал знания технологические. Это другое совсем. То есть, доброе дело он должен делать именно благовестие. Это тоже доброе дело. Благовестие. Вот оно наше доброе дело. Вот к чему все стремление Христа семя сеять. А семя это написано Слово Божие. Все. Если ты семя не сеешь, вот у мамы сейчас их толкают на сеяние Слова Божьего. Вот у них в храме вот этих вот Евангелий, как и у нас, три тысячи лежит у них в храме, в деревне. Представьте, не было меня. Я бы по каждый дом там занес. Три тысячи. И оно лежит. Ждут, когда люди туда соберутся. Тогда они там дают еще. У них понятия нету, что нужно идти быстрее раздавать. А ведь для чего прислали этому батьке, который там в храме, чтобы он прихожан поднял и чтобы они пошли по домам и каждый дом занесли Евангелие. А люди все в деревне в одной. Понятно, раз Евангелие принесли прихожанки, они, значит, должны куда благодарность принести свою? К ногам Христа. Ну, в храм прийти, помолиться. И вот так патриарх думает наполнить храмы. Ну, благодарности людей будет, если он придет и прочтет, что там есть. Ну, хотя бы с благодарностью прийти. И уже, глядишь, там кто-то останется. Но это опять неправильный посыл. Ну, вот как мама моя пойдет и пойдет беседовать с кем-то. Ей первый вопрос зададут и все, она, как говорится, приплыла. Потому что о духовной нищете вопрос будет или еще о чем-нибудь. Она не знает, что сказать. Почему? Потому что сама еще не духовная нищая, очень богатая душой. Почему? Потому что спорить умеет, любит очень сильно. Особенно со мной. Желание горячее. Правильно, Любишь поспорить жить? Покомандовать и так далее. А нужно вот в слое Божьем читать, постоянно беседовать, задавать вопросы сынку. Сынок-то что-то немножко вот, что-то тут ворочит у мишка. А у нее вот она лежит красивая книга, их там 3000 еще, и будет долго лежать у нее. Да нет, уже поменьше. Ну, слава Богу, молодец. Ну, так правильно у вас там собираются это толпами на праздник. Мы уже 4 месяца их раздаем. Ну, они пришли. Мы раз в месяц. Мы сдерживаем себя, сдерживаем уже. Ну, что еще? Так, что на следующий раз останется? Ничего не останется. У нас сразу человек 10-15 как выйдут, и каждому вот по такой стопе, и все идут, и вокруг там. Нас вот столько не соберет. Так, вас не это главное. Вам нужно в каждый дом заходить самим, не надо никого ждать. Идти нужно сеять, сеять или он идет. Он не стоит на одном месте сеять, а птички такие, ой, сейчас она клюбик, и вот туда унесу, с полем. ты что это не туда несешь? Неправильно это все. Нужно идти, никого не кричать, ничего не делать. Сама ножками потихоньку, старческими, взяла внученьку и пошли потихоньку. И вот такого мордоворота сзади надо взять, чтобы тебя не обидели вдруг. Можно пример повезти? собаки какие-нибудь. Давай. Подожди. А, Надежда Васильевна. Я что хотела сказать, говорю, возьмите меня в эту деревню, у меня такая жажда, такое стремление, здесь мне каждый день я бы ходила в нынешний без совета предприятия расстроятся. Возьмите меня в эту деревню. Надежда Васильевна, в воскресенье мы вас выпросим на Спартака. Будете там трудиться. Но мы вам не дадим ни одного Евангелия, только визитки у вас будут. Вы будете как послушница, будете о Христе стоять и со всеми говорить, кто будет проходить. Всем о Христе местописание. А то вы всем подарочные наборы раскормили уже, ничего не сказали. Дело в том, что я зашла в магазин, у меня такое там поприще, там столько народов, и я обязательно останусь, обязательно скажу этому человеку. А сколько я с этими продавцами, я уже захожу, они меня там все знают. но это бабушка пришла, а другая все. И я с ними беседую со всеми. Я что на улице буду мерзнуть стоять? Надежда Васильевна, вы телефон давайте наших занятий вот здесь вот. Да, я им говорю, я им говорю, я им визитки даю. Почему? Я полный карман набираю и все раздаю. Так, брат, хочу пример провести насчет раздачи Евангелия. Я был когда на Урале еще жил, там, в котором мы ездили в районную церковь. Как-то я приехал один без братьев и захожу в церковь, что-то молюсь, стою, стою, этот раз повернулся налево. И в храме там в уголке смотрю, какие-то книжки лежат новые. Ну, думаю, после службы зайду, посмотрю. Служба закончилась, я подошел, Новый Завет лежит. Главное, такой переплет большой, такой мягкий и крупный шрифт, как вот здесь женщина. Она такая, сколько хотите. Я говорю, а что вы, мы своим раздали, прихожанам, и все, говорит. Я говорю, да как можно просто раздать, уже надо распространять. Взял 7 штук, выхожу из храма, после богослужения стоят бабушки там, какие, видимо, которые приходят изредка. Я говорю, смотрите, святой Ивангел, как он шутночек, они так обрадовались. Раз, у меня 6 штук забрали сразу. Я второй раз поднимаюсь, еще беру 6 штук, вышел, опять второй раз раздал. Уже на этот раз понял, этого мало. Звоню, братья мои, Володь с Андреем, братья, приезжайте, нужна помощь. Они приехали, сразу две коробки у священника взяли, он нам разрешил, удивительно даже делать. И поехали по деревням распространять. Вот такое Господь чудеса делает. То есть, оно не должно мертвым грозом лежать. Да, Евангелие как может лежать. А вспомните, как к нам Банхис приехал, и, как говорится, не к первой свежести парень, в национальном отношении. Но, однако, как-то Господь на него подействовал, благодатью свою. Сколько он нам привез? Газель полную Евангелия. И там не только Евангелие, там детские такие, прям вот, детские, как бы, пересказ Евангелия идет. Ну, очень хорошие, с картинками, все. И сколько бы распространяли. Ну, молиться надо за него, помоги Бог ему избавиться той страсти обуяла душу. Если бы они можете их считали эти все. Ну, да, единственный теперь момент, как теперь, чтобы люди читали. Вот, 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 поэтому Надежда Васильевна на такое послушание посылается. Вот, она как увидит, что кто-то дает Евангелие, она тут, как здесь, и должна рассказывать о кресте. Вот так вот крутится, вот туда-сюда, туда-сюда, везде. Где, как увидела, кто остановился, все, и начинает трудиться. Я так и делаю. А потому что, она пока одно Евангелие, то второе раздает, и не успевает сказать. Я брату подарила Библию, 66 книг. Звоню, вначале еще по-старому, объяснила, что такое пост, все, значит, я говорю, читайте Библию, я же вам дала Библию, читайте. Да, я начало читать, ничего не понимаю. Я говорю, так читай, читай, говорю. Да что, бесполезно читать, я ничего не понимаю. Я говорю, ну, значит, не понимаешь, так ты старайся понять, ты прочитай, какое-то там, предложение, ты вдумайся, вдумайся. Вот это звоню опять, говорю, читаешь Библию? Да, не знаю я, я ничего. Я говорю, ну, все, бесполезно. В телевизоре я сегодня. Ничего не читаю. Ну, 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 это заветно начать надо. Ну, это заветно, все понятно. А то, а то, видите, завет прям кошмар, как непонятно. Кстати, я слышал, простите, я слышал и такие транскрипции, о новом завете, о ветхом. Конечно, новый завет так говорят, открою, начинаю читать, родил там кто-то, кого-то, идут там, не прочтешь ничего, все, вообще ничего не понимаю. А ветхий завет, вот там нормально, там все понятно, а другой говорит, ветхий завет, начал читать, этот убил того, тот убил того, все убивают, только у них убивают, какой-то злодей там написал эту книгу. Ой. И что я дальше там буду, это, я говорю, новый завет, а чем мне этот новый завет ваш, если там ветхом такое творится, а в новом-то там вообще кошмар у вас, что там, до чего дожились, вроде как гестапо там написывается. А жили, постой. Главное человеку, это от тебя отбрехаться, быстрее тебя отогнать, какими-то страшными словами. Ну а если ты душой не очень робот, то надо рассказать ему, о чем говорится. Это история наша. А у нас что в России? Было лучше что ли? У нас еще хуже, если начнем. Потому что мы не знали люди Бога, и не знали потому что Евангелие, и не знали с какой стороны к нему вообще. Вот о чем и речь-то идет. Не было занятий, вот как у нас сейчас сидит. У нас библейский кружок. Вот мы с вами, если кто-то попадет к нам, как вот этот старичок, который разговаривал с нами на благовестии, Надежда Васильевна уже с ним договорилась, и он такой, я теперь, а он подошел, такой, со знанием, ну-ка откройте Библию, покажите мне, где обороны, где там начали, он бритый. Ну начали показывать все, и потом дальше она поговорила с ним, и он понял. И он говорит, да нет, я к вам не пойду, а то вы больше меня знаете, вы меня точно убедите в своем. Вот так вот. Вот кому стоит попасть в наш кружок, все, вот видите, Саша этот пришел из православного там кружка, мы ему так рассказали, тут рассказали, а добродетели начали рассказывать, а я не понимаю, а я не понимаю, о чем вы говорите. Он привык чай пить, булочками закусывать, смаком, на девочек поглядывать, гы-гыкать. Вот это они, у них что там еще есть? О Достоевском, о Пушкине поговорить, а мы начали дела добродетели смотреть. А он еще в охране работает, и работать-то там можно или нельзя, еще непонятно. Да еще и бреется, бритым решил до конца дней быть. Вот тебе и все. И пришли, пришел в освоясе, ушел. И так и никого не найдешь. Надо собираться, надо кого-то приглашать, людей, которые вообще понятия не имеют об этом, вообще понятия. А мы чем занимаемся с вами? А мы чем занимаемся каждое воскресенье? Или где, когда ходим? Да, вот ими. Мы этим и говорим. Люди, вот, занятия, приходите. Я почти каждому говорю, если успеваю. Иногда люди успевают подбежать, но я все равно успеваю сказать. Я показываю, я всегда, я показываю так вот, когда иду. Во-первых, человеку говорю, что православная церковь, дальше говорю, бесплатно, святое Евангелие, все слова Иисуса Христа вечной жизни здесь написаны. И третье уже, на чем акцентирую внимание, вот здесь вот адрес есть, где можно изучать слово это, если вам что-то непонятно. и визитку еще даю, где можно его прослушать и увидеть комментарии даже, как комментируют. То есть все, обо всем нужно сказать об этом. Но люди обычно, которые сильно не хотят, пробегают мимо. За ними, за этими людьми, я прошу вас, не надо бежать борзой собакой. Мчится он, не хай в дышу, мчись дальше. Успевайте только единственное, если там много будет людей, ну или чувствуйте, что можете, у вас есть силы, успевайте о Христе сказать. Допустим, покайтесь, веруйте в Евангелие, говорит Христос, или веруйте в Иисуса Христа, Спасителя нашего. Ну то есть, что-то успевайте сказать, им все равно. Но старайтесь говорить в лицо, не так, когда он уже пробежал до ветру, а вы там, ууу, там ветер обратно, эти слова унес, непонятно. Не тратьте силы, перед вами новые люди, новое поприще, тихо, новое поприще, Евангелие держите крепче, не надо его вот так, вот так вот, или так, ну вот тут книжечки, Евангелие вот прижать, его к себе прижали, вот так, вот прижали, показали, все, прижатый должно быть, оно всегда, прямое вот такое, все. И вот о нем теперь рассказывайте, о Евангелии. Евангелие. А, и еще, если пожилые люди, то обязательно нужно сказать, крупный жив, потому что, почему я говорю это? Не потому, чтобы заинтересовать, прям там, что-то невероятное, а потому что бабушки, они мимо тебя проходят, почему? Чтобы тебя не обижать. Чем? Они не хотят твое внимание отрывать. Они, как обычно, говорят, ну понимаешь, вот у меня есть Евангелие, бабушки часто говорят, есть Евангелие, а потому что, когда ты говоришь, крупный жив, они сразу обращают внимание, а, крупный, а то мне, говорит, плохо читать мое, у меня совсем меленько. Понимаете, какие у нас бабушки еще? Ну все, а вы в этот момент успевайте о Христе сказать, ну часто бабушки вам сами много о Христе расскажут, того, не того, но готовьтесь выслушать. Особенно о свечках, там, о каких-нибудь снах, там, и что там. О салонках. О, да, да, да. Иуда там макал, и поэтому нельзя с салонком макать. Ну, в общем, короче говоря, старайтесь. И я хочу сказать, вот около Спартака, вот сейчас мы, почему-то там какое-то место благословенное. Там то ли рядом храм, вот знаете, что там было-то, я потом вспоминал. Это же был, этот, дом, это, богодельно называлось. Вот в Марииро была богодельно. Что такое богодельно называлось? Это, как дом презренных был. Там собирались нищие люди, их там кормили, и там лечили одновременно, и там трудовая деятельность была, людей. Там они могли трудиться, за это деньги получали. То есть, там коммуны какие-то были. там где-то рядом была церковь. Ну, Дмитрия Ростовского, она и была, ее сейчас отстроили. И поэтому там, я не знаю, как-то там, там даже как-то, я не могу понять, как-то все расположено так, и люди такими потоками хорошими идут, много, большая остановка это. И главное, люди не очень сильно торопятся, потому что они приехали в город, и тут раз сразу такие красивые книги, и они останавливаются очень часто поговорить. Но на вокзале все-таки не так вот. Ну, и на вокзал тоже надо ходить, конечно. Но, я сразу вам могу сказать, что это не то. Ты стоишь, вот такой поток людей на тебя прет, толкают все, сбивают, и ты кричишь, вот как в вату, никому дела нет. И они бегут все, бегут, как один. Ну, торопятся. Торопятся все, да. Я сколько брату говорил, брат, ну они все бегут, но это не то. Но он как-то все равно находил поприще там, то одного душу поймает, то вторую там зацепит, смотрит, с ними беседует. А я никак не мог. Никто не останавливается, и все. Во-первых, по причине какой, крупноты может моей, да еще с бородой, кому я такой, так нужен. Люди как-то привыкли разговаривать более с чистеньким таким, каким-то. Автовокзал. Автовокзал, там еще кошмарней. Там эти стоят и орут, Кагуна, Горрел, да, и тот, их там кучами. И там вообще ничего не поймешь. А еще они увидят, когда нас уже, эти бородаты опять пришли, и вокруг нас начинают суетиться. Сектанты еще назывались. Потом уже начали с сектантами. Да, ну то есть, там православные как один, все таксисты. Мы православные. 72% к патриарху они отправились. За всех ответит патриарх наш, православных. 33 стих. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Толкование. Царствие Божие есть наслаждение благами. Но сие наслаждение дается за правду. Итак, кто печется о духовном, тому по щедроте Божьей дается, кроме сего, и телесное. Да. А правда Его, брат, о чем здесь сказано? Ищите Царство Небесное и правда Его. Ну, Царство Небесное, да даже я вопрос бы задал, искать Царство Небесное, что они понимали даже по Царству Небесному, то это уже вопрос. Сейчас-то люди бы желали знать Его ответ-то этот. И правда Его, это вообще, слушай, суровый вопрос я тебе задал. Что там есть? Отвести Его с большой буквы, то есть правды Божьей, ищите же прежде Царство Божьей и правды. Его. и фифила. Царство Божие есть наслаждение благами. Но сие наслаждение дается за правду. Вот как раз ответ твоему брату, который говорит, что ты корыстный и так далее. А тут конкретно говорится, правду, когда ты здесь творишь правду, это блаженный нищий духом и так далее, это вся правда Божья. И написано, и гонимы вы будете, как пророки гонимы. И вот, когда ты такой будешь, это наслаждение Царства Небесного, и ты за них трудишься. Так ты брату скажи, брат, я получаю это только побои одни. Меня сектантом все величают. И ты мог бы быть уважаемым человеком с этими собаками, а ты только начнешь, рот откроешь, начнешь говорить о священниках только что-нибудь. И все, и ты сразу уже не милость попал. У тебя сколько клиентов перебито от этого. Ты еще сам не знаешь. Сколько врагов ты нажил, потому что ты ходишь как общественный человек. в конечном итоге. Вот пускай бы он бы так и трудился, а мы как должны трудиться для того, чтобы получить много материальных благ? Всем оказывать добро. И тогда все эти поголовки гладят, от него все хорошо. Вот как все должны на земле трудиться. А мы, когда для Царства Небесного трудимся, и ищем правду его. Мы как безумные какие-то. Ну, вот мы сейчас были уважаемыми людьми, у священников на хорошем учете и так далее. Или вот Игнатий Тихонович. Но он-то ходил к ним и постоянно говорил, почему нет у вас проповеди? Почему там киоск открыт? И он им это твердил и твердил. На каком основании? На основании свое тщеславие? Да на основании книги правил церковной, которую должны священники исполнять с патриархом. Они не исполняют простые каноны церкви. И причем не просто один канон. Сотни канонов из 719 канонов и правил не исполняются 413. Вы понимаете, о чем идет речь? За один канон не исполненный по трях в аду будет. А он 1413 поддерживает неисполнение. И остальные еще 300 запихивают подальше, чтобы их не было вообще. Почему? Так легче дурачком прожить. Отвечать будут. Так о чем и речь идет? И когда ты начинаешь это напоминать им, а ты кто такой? А ты что учился? А ты не учился нигде? А Христу то же самое говорили. Как это ты не учившись знаешь так хорошо Писание? Да Господь открывает. Я прочел одну строчку и Господь мне открыл, что ее нужно исполнить. И оно мне запечатлило сердце. У меня кровью сердце обливается в этой строчке Писания. Об этом каноне уже. И он мне запомнился, конечно. А когда ты равнодушен ко всему? Как наши сегодняшние эти пастыри. Везде по горам разбежались овцы. Они не радиат, где-то сидят в телевизоре смотрят, на хороших машинах катаются и так далее. Да не до этого батьки, не до этого. Вы что делаете пасту то соберите всю? Овцы Христовы разбредаются. За каждую будешь нести ответственность. Тебе жир мельничный камень на шею привяжут и во глубине утопят. Самое самое главное вот во всем этом. Ладно бы этот священник каждый одну бы овцу уволок как волк хищный. Ему бы повесили камень и потопили. Но ему-то он один будет утоплен, а расхищенных волками овец так тысячи на одном висят. Как у вас в деревне. Так у вас этих там пятеро было, пятеро всех потопить надо. Ну и то мало будет, всего пять, а людей-то там в Бугачево в вашем тысячи, и никто к ним не ходит, никто им истину не рассказывает. Евангелие лежат, трудятся три бабушки, а священники еще и дать их плащают. Давайте, давайте, молодцы. А что ж ты до этого-то не говорил, когда я приезжал с тобой разговаривал, там отец Сергий, что нужно трудиться, смеялся на домой. Это так поступают сектанты. И вдруг раз им Евангелие привезли, и что ты теперь будешь с ними делать? Где опыт-то у тебя? А я не знаю, что делать с ними. Так ты слушай меня, кто я тебе буду говорить-то? А ты кто такой? Нашла коса на камень? Или гордыня нашла на тщеславие твое, и голову тебе уже под мельничный жернов подвели. И вот с каждым, с каждым, с каждым священником, как с самим сатаной приходится бороться до победного. И каждый знает, как ответить из них, знает все, одно только не знает, как сделать так, чтобы паства была искренней его пастрой. Я не могу не назвать, что у мамы, там есть пастырь, она тоже не может, хотя моя причащается там, но она не может его назвать пастырем своим. Почему? Потому что если до конца она будет задавать ему вопросы, он не сможет ей ответить до конца искренне. То есть правды-то не будет, вот о чем мы сейчас пишем, вернее, о чем мы сейчас читаем, правды-то не будет, ну да, царство небесное он ей кадилом аккадилует. А дальше там написано и правды его ищите. А какая правда? Исполнение канонов церковных правды вся. они не исполняются. Все, церковь пуста. И Господь... И что надо еще знать? И Господь... Мама, вот оно все. Я знаю. Я знаю. Ты хоть раз прочла? Нет. А поп прочел хоть раз до конца? Думаю, нет. Вот о чем и речь. Я про это тебе. Вот о чем и речь. Да какой он поп-то, если он не знает свою книгу, правил? Думаю, нет. Ну, конечно, нет. Ну, знают основные. Тут столько много. Так, 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 так. Да готовь-то и речь идет, что они... Самые основные, то они исполняют крещение. Так, самые крещение троекратным погружением. Сколько ты мучилась? Первый раз. И в зарубежной церкви приняла крещение, а причащайся в московской патриархии. Ты бы там никогда... Ты только им сейчас скажи, что ты уже крестилась в Покровском соборе, ну, без погружения, а теперь тебя зарубежный поп покрестил заново. Все, да ты двухкрещённая, ты просто не говорила ему это на покаяние? Говорила. Говорила, и что он тебе сказал? Поздравил. Поздравил? Да. С Попом повезло ещё. Да. Он ещё просто не понял, я думаю, до конца, в чём смысл. У нас тоже скоро будет. Что у вас там скоро будет? Бактистерий у нас есть. Ну и что? Да он везде есть, этот Бактистерий. И чё дальше? У нас специально. Мам, слово «скоро» это придумал... Это придумал Сатана. Это слово называется «потом» ещё. Потом. Да, Библия есть. Она говорит о спасении, но не надо её читать, прочитать её надо потом. Это придумка Сатаны. Слово «потом». Или «будет» ещё. Или «а у нас там где-то есть». Вроде бы, да. То есть слово... Какие-то подмены идут, а ничего нету до конца. Мы это всё исследуем постоянно. Вот сколько брат по интернету говорит. Парень там этот... Николай, да? Из Украины. Какой? Который сюда приедет? Не надо там. Ну, сходи. Ну, сходи. Сейчас, кричал. Всё. Какой Николай? Предупредил. Который из Украины, который ходил, хотел крещение принять. Тихо. Крещение, который хотел принять принять. А, Никита. Никита. Колесенька. Ходил, ходил парнишка. В одну церковь, в другую, везде отослали его. Так и не принял, да? Ну, говорил ещё о том, чтобы занятия вот такие проводить. Там кто-то интересовался, но только они священники. Им это совершенно не надо. И самое главное, вот, допустим, сказали бы мне, а, да ты там, ну, это всё специально говоришь, ты тоже хочешь быть священником, чтобы у тебя паства была. Вот мне совершенно этого не надо. Ещё вот этот вот горб на себя священнический навалить. Но, вот, занятия по Слову Божьему, я бы, ну, с удовольствием бы с людьми проводил. Почему? Я люблю Слово Божие, я его знаю, главное, вот в Библию так. Я знаю, о чём там дальше будет идти речь. И как Господь предостерегает, и как Он милует, и как, ну, кто такой Господь? Ну, а Господа вы же называете, Он злой, Он там убивает и так далее. Ну, сколько милости от Господа. А другие говорят, да нет, Он милостивый, Он всё прощает. Ну, сколько от Господа наказаний и строгости. А какой Он? Люди встали, стопор, всё. И боятся теперь. Да какой Он? Хороший, добрый, мы ничего понять не можем. Люди, вы будьте добры, и вы увидите само добро, оно откроется перед вами. Только вы будьте добры. Спрячьте оружие ваше, перекуйте мечи на орала, начинайте распахивать на вину, идите, сейте семя добра Божьего благовестия, и вы всё поймёте, кто такой Христос, кто такой Господь. Ну, никак Он не может быть злым. Но, могу прямо сказать, убивает Бог. А, да вот, опять ты, опять, это говорят те пальчиками тычут, это кто других обижает. Это они все. Как только человек начнёт так говорить, он это обидчик, он обижает других, а человек, который не обижает, он сразу радуется. Он радуется. И причём до такой степени радуется, что люди, которые для этой жизни непригодны, которые не могут быть волками в этой жизни, как только они понимают, что Господь самосущное добро, они сразу становятся другими людьми, мужественными, которые ищут правды Божьей. Они идут теперь в мир и спокойно проповедуют, как Господь говорит, я посылаю вас, как агнцев, как овец среди волков. Вы понимаете, что это такое? Как понять это? Другим людям, которые не знают Христа, как так овец среди волков? Да ты что? Это же всё, это смерть, значит, нам. А нет. Почему? Господь своих спасает и знает, да. Поэтому посылает помощь, благодать Духа Святаго. Постоянно. И сколько мы ходили, сколько мы ходили, беседовали с людьми, и, казалось бы, какие там должны быть опасности, и никого из нас ещё не побили. Ну да, там бегали за нами, мужики. Помню, сёстры бегут ко мне по девятиэтажке, по двенадцатиэтажке на Комсомольском, там, где напротив почти Димитрово, там большие вот эти девятьэтажки, двенадцатыйэтажки идут. И сёстры, а там как-то коридоры так, и я с этого коридора выхожу, они отсюда бегут. Ой, быстрей, быстрей, хорошо, что вы навстретились, Татьяна Кузьмишна ещё кто-то. Что такое? За нами там мужики, говорит, гонятся. А я как раз лифт вызываю. Мы туда сели и выезжаем. Только лифт закрылся вниз, как вот в детективах. Бум-бум! Тарабанья такое. А, поехали, давай, побежали! Бум-бум-бум, бегут за нами. Ну, блин, быстренько съехал, там, хорошие. Мы выходим, вышли только. Я говорю, всё, ну-ка, быстро туда. Они раз-раз быстро от нас только удаляются. Мы поворачиваемся, даём там с братом. И вот они двое выскакивают. Раз-раз-раз. Такие. Один в военной форме, с другой. А, где они? Я говорю, мужики, вы чё это? Они. А, вы чё, тоже с ними? Ну да, с ними. И что? Я говорю, ну, чего вы за женщиной бегаете, пугаете? А, вот вы тут какой толпой шайкой собрались, вы сматываетесь и всё. Мы сейчас милицию будем вызывать. Я говорю, так вы сначала милицию вызовите, вы чё на женщин-то кидаетесь? И такой, ходят вокруг, там ещё лужа такая, вот как раз была весна, и по той стороне лужа, а мы на этой стороне стоим. Они такие, прошли сюда, сюда. Я говорю, ну, вы хоть застегнитесь. Я говорю, вы чё такие расыстанные? Пьяные? Да ещё пьяные. Ну ладно, всё. Я говорю, какая у вас милиция послушает? Вы себя-то послушаетесь. Что вы делаете? Потом в другом доме, это было по улице Молодёжной, там в пятиэтажке, там тоже за Татьяной Кузьминичной выскочил прям мужчина. И меня, правда, уже не было. Здоровенный, говорит. И прям, говорит, налетел на них, вот так, говорит, уже в охапку, всё. Но тут Игнатий Тихонович, ещё там кто-то, несколько человек, там Наташа, думаю, была приходка. И это, ну и он тогда отпустил их. Схватил прям вот так, тоже пьяный оказался. Ну то есть, было и такие случаи. Но никого, никого ещё не ударили. Пока вот сколько мы ходим, никого за Болгариста не ударили. Материли, ну матерят постоянно, прям матами. Но я хочу сказать, вот на Спартаке мы сейчас, или Господь нам просто поприще открывает, или вот такие прекрасные Евангелия, там патриарши, всё-таки здания, как-то это действует. Но народ прям такой, даже хочу сказать, какой-то милостивый к нам пока. Слава Богу. Слава Богу, да. Я не знаю почему. Но кто вот не знает этого, пожалуйста, с нами выходите, попробуйте, поговорите с людьми. Слава Господа. Там же разные, там и деревень. Да, да, там из деревень много людей ещё, да, это так. Потому что туда, в Мариюра, как раз перед тем, как уезжать, и там много подъезжает на машинах. Ну, мы со всеми там беседуем, кто, никого не оставляем, кто хочет поговорить. Ну, последний был, это вот, мы беседовали тогда, это молодой человек, который воевал, я так понял. Он на меня нашёл и начал там пугать меня. А вы ходили по горам трупов, я вот ходил по горам трупов, и вы мне, а вы мне тут что-то рассказываете, вы сами в это не верите, ни во что. Я говорю, ну, стоял бы я сейчас перед тобой, тут неверующий, говорю, мне что, заняться больше нечем, я бы сейчас пил где-нибудь в баре или ещё что-нибудь, я стою тебе Евангелие, я видишь, говорю, Евангелие, тебе дарю Евангелие, чтобы ты прочитал о Христе и встал рядом со мной и бесцедовал с людьми, тоже был бы верующим. Ну, минут 10 разговаривали, он так хульником оказался, и потом, ну, давай твою книжечку. Я говорю, а теперь я тебе не верю уже, вот сейчас я тебе не дам. Он, я тебя что-то не понял, так удивился, голова, ну, я от него отошёл уже, другому там, дедушка проходил, подал. Ну, вот, брат, приди, пример, на вокзале Тоти, пьяный-то один. А что? Ну, выхватил тогда тоже, да? А, Евангелие, да, порвал один-то, бывает. Ну, это ветка, конечно. Прямо, при Сергее. Меня вырвал, вот так вот, рвал пополам, ветку, так вот. Синяя наша Евангелие, да? Ну, не это, Тотика, этого он не оселил. Евангелие, так, ладно. Не, ну, при нас, вот эти Евангелие, что, никто не бросил, никто никак не осквернил, слава Господу, ну, как-то хранит Господь, то ли действует на них православное благословение, патриаршее, то ли, не знаю, что действует. Но очень, очень часто люди смотрят вообще, подожди, люди смотрят на обличие вообще людей, кто подает или что. Ну, подождите, ну, все потом, потом. Что, говорите, о чем речь? Ой, это прям хорошие такие глаза, наобидели. Чуть побольше бы я видела, я бы читала бы. Читала бы она. Сестра вот ослепла, и теперь желание горячее читать, так что трудитесь все над своими душами. Читайте сейчас, Слово Божие, чтобы потом не скучать уже так, а знать для его содержания. А то теперь уже и не знают. Ну, и читайте вот Златоуста с толкованием, вот. Я Златоуст, толкование вот такое. Тоже. Блаженный Твердилак как раз по Златоусту составлял свое толкование. Брал его. А это тоже книжка продается, а в деревьях. Ну, конечно. Это на Евангелиях Матфея, Златоусту целиком. Бедение можно купить. Говорит по поднятию руки. А сейчас, в таком возрасте, вам даже неудобно мне делать замечания. Хуже детей. Маленьких. Да. Говорите, Натюшка, В это воскресенье мы ездили, и я, благодаря слову, а номер получился. Я всю сумку раздала этих Евангелий, да, и беседовать зашла в Алинкиос, как обычно у меня в магазинах. А они оказались там верующие, православные. Я начинаю говорить из слова Божия стихи, да, ибо так возлюбил Бог мир. А она стоит и повторяет. Другое, говорю, там написано о Христе Евангелие от Иоанна Третьего глава, я ее всю почти зачитываю, и они то же самое. С удовольствием все люди, кто приходит туда, я с ними совсем беседую, говорю, приблизилось время, покайтесь, веруйте в Евангелие, как написано. Знаете, что близок нет, близок всего. Поэтому спешите спасти душу, тело не спасет, душу спасти. И начинают цитировать оттуда. И она со мной разговаривает. Значит, это верующий человек. Аскаркин, с какой радостью они все взяли у меня эти Евангелия, только видеть надо было. И слава Богу, вот есть такие люди и так вот, настолько расположенные, православные, православные вышли, слава Богу, наконец-то, а то все какие-то егористы, как их называют. Вы их приглашаете на занятия на наши, посмотрим, как они себя поведут здесь. Я всегда приглашаю, говорю, есть вот адрес, а у меня печать с адресом я не знаю, я не знаю, может быть, будет какой-то еще виток, вот тот виток наполнения православных школ воскресных, вот как вот у Игнатия Тихоновича получилось. И мы туда тоже попали в свое время. Наполнение происходило, ну, наверное, лет, ну, 10, наверное, где-то, 9. С 91-го где-то по 2000-м. С 2000-го прошло падение, резкое причем. Резкое падение было до человек больше ста. от тысячи почти, до 100 человек ходило людей. Ну, разные люди приходили, интересовались. И потом, как были построены какие-то храмы здесь, видать, в самых спальных местах, люди усмотрели в этом какое-то для себя отдушину, что ли, и начали ходить туда в храмы, думая получить то, что было на занятиях. Но так как они еще как младенцы не могут отличить правую руку от левой, они не получили этого, а прийти уже не пришли. Все. И сколько вот я встречаю на улицах людей, о, вспоминаю, ой, давно-давно там где-то на занятиях видел кого-то там, женщины там, мужчины. Кто-то благодарит, уж сколько ходили здесь в благодействии. Да, Мария, говорите. А вот вчера пришла соседка мне и говорит, вот ты о вере вот говоришь все, то приносишь Евангелие, то покажи, на тебе вот эту книжку, готовься к исповеди. А ты видела по телевизору вчера Филарет, сколько там у нас? Филарет, кажется, если я не ошибаюсь. Это американский, что там сейчас изжигают и убивают священников, и рушат церкви. Я говорю, ты что? Она мне такое сказала. В Америке? На Украине. По телевизору, говорит, пока нет. На Украине? В Америке. В Америке. Кто там рушит по телевизору? Это на Украине? Это на Украине. Это на Украине. Да, в Украине. В Украине. На Украине. Вот она. Там тоже нету такого, что-то на такой степени, что там что-то рушат. И убивают священников, и ушат в церкви, и сжигают. Ну, как это спасение, да какое отношение к твоей души-то имеет? И она, дескать, значит, и к нам это может прийти. Вот и готов. Вот и кайся. Я сказала ей все. Я говорю, если мы все будем верующие. Найдется сколько вчера проповедь-то была, а если 50 праведников, найдется в России. А если 30, не 30, то же самое. И он на скольки на несете остановился? Да, на несете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не хватает. Так что война, наверное, может быть. Давай им натик, начище возьмем, хотя бы, откладим. Я хотел еще сказать немножко о том, какие священников. Это то же самое, что было в Чечне. Там очень сильно уважали священников как мул. Потому что у них своих мул было мало, а все знали, что у православных священники это как мула. А мула это старший, духовно старший. Они понимают, что это такое духовно старший. Тот, который тебя ведет по этому учению. Но у них учение другое, у православных другое. Но у них-то там еще ваххамизма не было. Поэтому священники у них пользовались почетом. И что священники начали делать? Приезжают наши бойцы, первая там Чеченская война, священники выходят, бронетранспортеры окропляют, двигатели открывают им, там все окропят, побольше патроны, снаряды, солдат там, все, крещение, отправляют на войну все их. Они это посмотрели, на это посмотрели. Вы понимаете, что это такое? Это значит, Бог благословил теперь эту армию идти, завоевывать теперь этот мусульманский народ и убивать. Но мусульманский-то народ, он не весь же такой, как лохабиты, те, которые приняли до конца этот ислам и решили то же самое делать, что Мухаммед делал в начале они-то как бы от этого уже отошли, потому что они давно уже астимилировались, прожили с этим русским народом. Да, не очень хорошо прожили, но однако вот как прожили и мир у них, там и доводят свое есть. Они, кстати, жили в среднем намного лучше, чем русские. И там им тепло, и сытно, и уютно, и все. И то же самое здесь на Украине. Есть пророссийские настроенные священники, которые благословляют Россию. Какой должен быть священник? А вот теперь ты знай какой. Вселенской Церкви, тот, который Царство Небесное ищет и правда его в первую очередь, а не Россия или Украина. И каждый должен быть священник до конца так идти, тем более, что там еще униаты есть, которые католикам подчинены, то есть они на самом деле католикам относятся, они к православным. Хотя обряд исполняют православный. Так что там запутанно ситуацию очень тяжелая. А как нужно относиться, что нужно делать? Вот тут Игнат Тихоновича прям четкая его позиция, мне нравится. Закрыть все храмы на замок вот на такой амбарной и начинать всех учить в Сарту Небесному. Всех учить по Златоусту, по Ферфилакту Болгарскому. По Библии вначале. Читаем Библию, потом Ферфилакта Болгарского и Златоуста для закрепления уже. И везде все храмы позакрывать. У католиков там, у этих униатов и у православных там, и у украинцев. Все, учитесь жить на земле по Царству Небесному, как хочет Христос. Все сели, научились с той стороны донцы, с этой стороны украинцы. Хватит друг друга обзывать укропы, колорады, как дети малые. Укропы там, у колорады. Детвора. Дети настоящие, злобные сукины дети. Ну, только не Божьи, а все к себе Божьим относятся. Меня давайте там окропите. Я вот туда пошел, ты туда пошел. Куда ты пошел? Ты сядь у ног Христа, как Мария, и слушай, что говорит тебе Христос по слову Божьему. Пошел он. Молоко на губах не обсохло, поперед бак не лезешь. Садись давай, козак. Атаман Христос тебя будет учить. Ничего не знают. Козаки только одно, как правильно голову снести. Донцы эти одно, как больше угля нарубить. А мы как уголь рубим, так и этих укропов убиваем. Ну, вы до чего дошли-то уже? За нас Россия, за нас Ленин, со звездами этими еще бегают там. Они в социализме еще живут-то. Вы-то не знали этого, и я не знал. А они там еще этим живут социализмом до сих пор в Донецкой области в этой. В этих, в Луганске там все командиры тужурка ходят кожаных и звезды у них. И звездочки. Советские звезды, как у комиссаров. Вы понимаете, что это такое? И почему им так все в руку там масть идет? Сколько они набили этих украинцев-то? У них гибнет 10 человек, украинцев пару сотен. Вы-то понимаете, что такое? Они разложили все украинсками. Так это одно только говорить, что они злобнее. Сатана помогает тем, кто злобнее. Гитлеру как помогал, а потом Сталин переборол его злобой своей. Сейчас американцы идут еще. Эти оружия все больше и больше злобные. Главное, называют. У них там ракеты назвали, ракета у нас воевода называется, назвали. У них там ракета сатана. Эй, американцы, вы там у себя-то посмотрите, кто у вас там. У вас-то не меньше ракет еще. Вот на дружку кивают, у всех морды в пуху. Что с той стороны волки, что с этой стороны волки. Все в крови и перед только народом. тут вот а мы не в плечо, мы не съедали эту курицу. И все в крови. Христос, вот он, Христос, чистота и святость. Уберите все оружие и все. А то надо убрать, надо разрушиться. Тут перестаньте смеяться над людьми-то. Надо, надо. А продаете сколько? Американцы. Обама. Это что такое? Мы Россию выпускаем из рук. Они на 50 миллиардов оружия продали. А сами продали в этот год на 300. миллиардов. Сами две страны снабжают оружием всю землю. И друг по дружу кивают. И вроде как и там Бог есть, и тут Путин стоит со свечкой молиться. А где Христос-то? Опять что ли христовые воины устраивать будем? Походы эти. И главное идут биться за Христово тело, которого там сроду нету. Убивают этих мусульман пачками. А потом ой, как плохо, что мусульмане захватили опять Иерусалим. Но православные вообще корнят в этих сведей тут. Ну, это просто редко показывают, я вот как раз говорил, показывали по времени, как православные бегают пацанята и чучелом вот так головы рубят и кричат вот что будет с мусульманами и вот так вот рубят. Ну, они и те, и другие. Ну, все, я про это говорю. Ты зачем сейчас говоришь-то? Руку не поднимаешь. Брат, скажи, на чем закончили? Все уже. Последний стих сейчас прочитаем и с седьмой главы начнем. 34 стих, шестая глава Иван Глядтон Фея. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольны для каждого дня своей заботы. Толкование коротенькое. Заботу и дня называют беспокойство и грусть. Довольны для тебя, чтобы ты беспокоился о нынешнем дне. Если же еще станешь заботиться о завтрашнем, то постоянно заботясь о телесном, когда будешь трудиться для Бога. Слава Богу. Ну, мы обсудим на следующем дняхе. Тут у нас толчок есть какой. Сейчас у нас песнопение спеть можно 935-е. Называется «Не надо мне счастья земного». Отметили все? «Не надо мне счастья земного, не вечно оно будет леса. Душа, преклоняясь пред Богом, желает ему орица. Порой тяжело бывает, но где бы я в жизни не был, душа моя твердо знает, стремиться ей нужно в небо. Небо, оно не случайно, небо глубокая тайна, но Библии след перед нами, нам открывает ее за облаками, за облаками есть вечное бытие. Когда я уверовал в Бога, на призыв Христа отозвался, то от притяжения земного не сразу, но оторвался. Не космос нам нужен, а небо, где слабых не обижают, где не убирают без хлеба, где вечности мир обитают. Небо, оно не случайно, небо глубокая тайна, но Библии след перед нами, нам открывает ее заблаками, заблаками, есть вечное бытие. Душа в мире зла не пригрелась, земля и не стала домом, хотя для нее все имелось и было в достатке готово, но перед грехом склониться бессмертной душой нелепо, душа моя выстремится, нужны ей свобода и небо. небо оно не случайно, небо глубокая тайна, но Библии след перед нами, нам открывает ее заблаками, за облаками, есть вечное бытие. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Достойно есть. Наспойно есть я по истину блажить и об огородицу, пресновлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величая. Господи, благодарим Тебя, что и в сей день благодатный Ты позволил нам собраться в этом месте. Благослови хозяина в этом доме за его гостеприимство, воздай ему милостью и щедротами, а нас распусти с миром. Господи, слава Тебе, благодарим Тебя, дай все услышанное исполнить, не предаваться заботам житейскому, но служить Тебе в правде и истине, искать правды Твоей, Господи. Слава Тебе, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос.